Если бы путь к счастью был простым, то для многих из нас счастье бы обесценилось. И это отлично понимает наш герой. Его путь к мечте был не из самых легких, но именно этот путь привел к истинному счастью. Поселок Кочергенобах Чесарайского района уже не раз становился местом съемок нашего проекта. Здесь много интересного. Например, километровые сады персиков, черешиный яблонь на запад от поселка. А также целый хвойный лес, питомник декоративных растений на восток. И кто бы мог догадаться, что в самом поселке есть небольшое озеро, где живут лебеди, молочная ферма с разноцветными коровами и два огромных поля на окраине. Направо желтеет рапс, которому не видно конца и края. Налево жгучего цвета маки рассыпались по зелени холмов. Столько красоты вокруг, что не знаешь, в реальном ли мире ты оказался. Но это и правда реальность. Простая жизнь среди живописных окрестностей обычного фермера Бекира Османова. Его деревенское счастье здесь развивается и множится. С каждым новорожденным теленком и с каждым новым расцветающим днем. Пришло время людей, которые должны действовать. Сейчас держать в частном секторе одну-две коровы нерентабельно. Но если смотреть с точки зрения, что типа свое молоко для своей семьи, вопросов нет. Но и в то же время, держа одну-две коровы, человек получается завязан. И он не может там устроиться на работу. Но одна-две коровы на данный момент, ну это на мой взгляд, не накормит человека. Не накормит семью из трех-четырех человек. И поэтому пришло то время, это в любой сфере, время действовать. Занимаешься ты стройкой, создавай бригаду. Занимаешься ты животноводством, заводи минимум 10-15 коров. Занимаешься теплицами, не одну теплицу, а 10 теплиц. И работать, и работать, и работать. Я родился в городе Маргеллан, это в Узбекистане. Мы сюда переехали и попали в село. И вот как-то в селе мы росли, росли, росли. У нас было хозяйство, овцы, коровы. Но всегда я мечтал о городе. Я не связывал себя никогда с животноводством. Но в 10-11 классе я учился, когда еще существовали колхозы. Они уже были, так сказать, уже дышали, можно сказать, наладом. Но они существовали. И я познакомился с представителем колхоза. И вот он как-то, я с ним пообщался. И я почему-то, вот, у меня вбилось в голову стать председателем колхоза. И я вот как-то себе в голову это вбил. И это была моя мечта создать ферму. Но вот эта тяга к городу моя, она не оставалась. И я уехал в Симферополь. Ну, поработав в Симферополе, ну, я понял, что это не мое. Почему я вернулся в село, так скажем, главный вопрос. Мысль была в чем? Во-первых, мечта, вот, поговорить с этим представителем. Во-вторых, были года такие, ну, кто знает, это 90-е годы. С 95-го по 97-й год. В селах было очень тяжело жить. Но наша семья, благодаря моим родителям, ну, благодаря, что они, как, не ленились, были такие работящие. У нас было хозяйство, и мы очень хорошо жили. У нас у некоторых соседей, возможно, не было сахара там. Каждый пек свой хлеб, ну, как с черной муки, так скажем, там, второго или третьего сорта. У нас всегда был белый хлеб на столе, был постоянно сахар. И были какие-то деньги. И вот это, и вот это все я понял, что, как бы ни тяжела была жизнь колхозника, но у тебя гарантия того, что ты и твоя семья всегда будете сыты. Всегда селяне, не обижать, не хочу, хочу обижать, но селяне здоровее всегда будут городских, потому что экология все равно в селе чище, продукты питания все равно всегда свежие и лучше. Моим стартом было то, что спасибо, ну, у меня отец уже покойный, благодаря тому, что мне мать с младшим братишкой, у меня средняя уже тоже в городе Симферополь, вот с младшим братишкой, они мне помогли, они мне, как бы, дали старт. Старт дали в чем? Вот эту отару овец, которая дома смотрелась, они мне ее дали. И сюда я, когда уже пришел, я начал вот с этой отары овец. Ну, с овцами как бы не пошло, потому что оборот очень тяжелый. Это надо год смотреть, полтора, чтобы продать, чтобы что-то вычисли, какие-то капиталы. А почему пришли на коров? Вот в основном из-за этого. Почему? Потому что корова дает каждый день молоко, это каждый день живые деньги. Старт в виде животных – это хорошо. Но еще нужно найти место, где будет удобно жить в семье, а также вкусно и комфортно жить коровам. И, кажется, отыскать подходящий уголок может быть очень сложно. Но, как всегда, на помощь приходит случай и надежный друг. Я работал в городе Симферополь. Там я познакомился со своим другом. И вот как-то в разговоре с ними, он же как дела, я говорю, да что-то так плохо, поеду я опять в свой Раздольнинский район заниматься своими коровками. И он мне говорит, зачем так далеко? У меня, говорит, хозяйство, он сам живет в Симферополе, а хозяйство вот здесь, буквально там в двух километрах. Это был вот 2010 год, как сейчас помню, февраль месяц, мы сюда приехали. Он показывал, у него ток там бывший, но он мне как бы не понравился. И я увидел этот водоем. И пошел, говорю, да я пойду в водоем гляну, хоть на рыбалку будет куда поехать. И когда шел с тока, вижу, тут разбитое, разбитое здание стоят. Без окон, без дверей, никому не нужны. Сюда свозили мусор. Но оно мне понравилось, почему? Потому что я увидел перспективу. Многие, как говорится, ездили, не замечали ее. И я вот увидел для себя. Я сюда пришел, у меня были овцы, хватало им и там того помещения. Потом было 12 коров, и их тоже хватало. Ну, как мы не с вами на месте, мы начали развиваться. Дошло в 2016 году дошло до 27 уже коров. Ну и плюс телята, это грубо был полтинник у нас, головка РС. И так оно сложилось, так удачно, с течения обстоятельств, так скажем. Государство начало, ну и до этого, мы вывели грант, получили этот грант. И мы вот построили на 50 голов коровник. К нему, конечно, мы еще и купили за средства гранта танк-охладитель молока. И вот буквально за три года мы наше поголовье увеличили в два раза. Между утренней и обеденной дойкой девчонки-буренки предпочитают отправиться на прогулку. Здесь, в маковых полях, для них раздолье. Есть где разгуляться, есть чем поживиться. И только они знают, сколь вкусны бывают крымские травы в летнюю пору. Знают и нам мычат об этом с нескрываемым воодушевлением. Ну, что девчонок, им только подавать, что поесть, комбикорма и все. Счастливая корова, счастливый хозяин. Вот это сейчас самая золотая пара. Золотая пара и то, что корова ест полный рацион, получается, и витамины, и зелень. Ну, в общем, все у нее попадает. И для нас это золотая пара, потому что мы уже, у нас скачуха, или там скидка, как бы сказать. Почему? Потому что мы не затрачем такие колоссальные суммы на их содержание. Зима – это очень тяжелый период. Нужно и сено, и комбикорма. А на летний период просто мы, ну, даем как? Для поддержки минеральной добавки и там по полкило-килограмму того комбикорма. Корова ест все. Ну, тут надо смотреть, она ест, как сказать, по периодам. Сейчас она разборчивая. Она ест только вот молодую траву. Даже будет стоять по пояс трава, она ее не будет даже трогать. Красиво просто там рапс, я полагаю, маки. Вот фиолетовые какие-то травы, очень красивые. Скажите мне, коровы эстетки, они выбирают по красоте цветка еду себе или нет? Ну, коровы, они вообще инстинктивные животные. Коровы – это такие создания, они едят то, что они на подсознательном, или там генетически, я не знаю, там научно не могу выражаться правильно, возможно, едят то, что им надо на атэш. Это атэш. Атэш? А что значит атэш? Атэш, да, с татарского, если перевести, огонь. Красивая и огненная. Ну, она голова-блотелочка, постоянно все рвала, выбегала с кормушек, перепрыгивала. И поэтому к ликуху дали ей атэш, что означает огонь. Очень большая и очень красивая корова. И в то же время… Мне кажется, я таких больших никогда не видела. Ну, добрая корова. У них есть иерархия такая. Атэш у нас, грубо говоря, в нашем стадии где-то имеет должность замминистра. Ну, она еще года через два, может, она и станет министром. Потому что есть еще более, как бы, здесь коровы, которые они с самого начала у меня. Они считаются, как бы, в министерстве. Их всегда все пропускают. Они едят самое вкусное всегда, потому что они слабых отгоняют. У них что же, вот, допустим, если привезти в стадо новую корову, то она будет, бедолага, отгребать. Некоторое время будет не чужой. Если она сможет себя выстоять, защитить, так скажем, свое место. И заслужить уважения собратьев. То она, конечно, будет подниматься. Но новичкам везде тяжело. Среди разноцветных полей и разноцветные коровы выглядят по-особенному. Есть тут и привычные для Крыма рыжие буренки. Есть совсем черные или в белых пятнах. Есть серенькие и немного кудрявые. Видимо, природа здесь расщедрилась на краске. Просто из большой любви к этим спокойным и одновременно могучим животным. Красная степная – самая распространенная корова. Брать, допустим, породистую скотину, во-первых, дорого. Во-вторых, ее обслуживание гораздо дороже, чем наши обычные крымские. Почему? Потому что наша Крымская, она более устойчива к болезням. Она более устойчива к нашему рельефу, к нашей местности. После распада Советского Союза, так скажем, генетический фонд Красной Степной резко он пошел на нет. И эти коровы, они если должны давать, грубо говоря, 20-24 литра в сутки, они не дают. И мы решили их потихоньку, так скажем, галштинизировать. Мы их осеменяли галштинами, полугалштинами. И вот оно потихоньку-потихоньку начало превращаться, что наше красное-коричневое цветом стадо начало расцветать разными цветами. И красно-белый, и черно-белый, и серый. И мы тоже начали приходить к тому, что мы, наверное, скорее всего, будем потихоньку, плавненько-плавненько переходить на мясной скот. Ну, это только в нашей ситуации, потому что у нас далеко до молокозаводов. Ну, и цена молока, конечно, очень низкая на данный момент. За последнее время, последние два года, особенно за прошлый год, в связи с засухой, очень сильно подорожали корма. Поэтому себестоимость молока выходит 20 рублей. А мы возим на молокозавод, там 19 рублей. Еще и наша доставка. Ну, мы, получается, сейчас мы, как бы сказать, что заработали, то и отдали. Животноводство, оно должно тянуть за собой кормовую базу. Хочешь заниматься коровами, хочешь хорошее молоко, хочешь много мяса, ты должен производить собственные корма. Без кормовой базы, ну, не будет рентабельным этот бизнес. Мы к этому идем, вот мы купили трактора, мы их восстанавливаем. Новые трактора тяжело нам, конечно, купить. Вот мы покупаем тракторчата и собираемся. Ну, вот начали, в этом году уже будем косить люцерну на сенокоз. У нас своя люцерна пошла. Где не понимаем, мы, благо, есть интернет, смотрим в интернете, идем, крутим гайки, смотрим еще раз, идем еще раз крутим гайки. И так мы и учимся. И тракторчата становятся тракторами. Да, и тракторчата становятся тракторами. Да, вот три года назад мы собрали тоже трактор. Нам нужна была техника, но не было денег. Коровник, поехали на металлолом, купили кучу металла, склепили, сложили. И вот он радует, возит. На нем мы подвозим корма в коровник. Мы его собрали маленьким, он заезжает туда спокойно, там разворачивается, вывозит оттуда навоз. В общем, все работы по этой ферме, ну, внутри, делаем на нем. Вот, есть еще и очень собрат, он там стоит запасной. Если вдруг с ним что-то станет, мы его на больничный, тот выходит в запасной лавке. Есть на ферме и недавнее пополнение. Десятки телят, весьма игривых и бодрых. Причем в телятнике они обитают вместе с курами и редкими для крымских фермерских хозяйств цесарками. Живется вместе им неплохо. И если гусь свинья не товарищ, то цесарка теленку напротив, добрый друг и сосед. Вот, я хотел просто сделать, раньше был живой уголок такой, у меня когда-то в школе, в детстве. Я здесь тоже хотел сделать живой уголок. Ну, сделать такую, как бы, это, чтобы, с одной стороны, там, попугайчики, там, канарейки, цесарки, фазаны, голуби. И я начал комплектовать, у меня даже и голуби были. Ну, с каждым нужно заниматься. И у меня так случилось, что и коров смотреть надо, и то, и я, честно сказать, не успел. Голуби улетели, но цесарки остались. А пользы от них нынче есть? Ну, я их держу, честно сказать, для так, для души. Они так, как бы, радуют. Конечно, когда кричат, по нервам бьет иногда. Ну, все, для красоты. А так они вот бегают. Они сами размножаются где-то там у нас по кустам, под зафермами. И уже приходят с приплодом. Они у меня все любимчики. Может быть, неправильно сравнивать животных, как бы, с людьми. Ну, вот у людей есть такая пословица. Если, допустим, у человека, там, к примеру, там, трое-пятеро детей. И когда с вами спрашивают, ты кого больше любишь? И у нас, ну, как говорят, любой, если у тебя на руке пять пальцев, любой, типа, уколи, и он болит. Но так же у меня с животными. Я их всех люблю. И мне, конечно, любого из них жалко. Корова носит плод 9 месяцев. То же самое, как практически у людей. В декрет она уходит. После осеменения коровы, так скажем, через 7 месяцев, это остается еще 2 месяца до родов, она уходит, так называемые, в декрет, в запуск. Ее не доят. Ей, наоборот, дают сухие корма, не сочные, чтобы убрать молокоотдачу. Ее запускают к тому моменту. И 2 месяца корова ходит просто в сухостойном режиме. 1-2% бывает, что тяжелые роды. Это бывает, теленок идет не так, как надо. По всем правилам он должен идти вперед ножками, ногами передними. А бывает, он идет боком, бывает с задними ногами. Поэтому во время отела у нас тоже жаркая пора, мы не спим. Ходим каждый час по очереди. Косим сейчас люцерну со своих полей под карлем зеленой массы. И помимо этого на каждую голову до 2-3 килограмм мы даем комбикорм. Комбикорм я тоже делаю сам. Там 25% жмых подсолнечник, это отходы от масличной переработки. 25% отруби, 40% ячменной дырки и 10% пшеничной дырки. Вот это я все замешиваю. Ну и добавляю там понемногу, добавляю мел, соль. Пока мы общались с телятами, пришло время дойки. Коровы полные сил и молока отдыхают в загоне. В день приготовлена свежая вода, чтобы немного охладиться после полуденного солнца. А затем все послушно идут в коровник. Кто же сегодня станет рекордсменкой? Сейчас их надо будет завязать, ну и включить аппарат, и впоследствии начинается у нас дойка. Вот пошли аппараты. Вот пошли доильные аппараты, да. Вручную столько не подоешь, это первый факт. Во второй, ручная дойка, это, как говорят, молоко все равно гад грязным. Оно идет уже и третьим сортом. И мы уже стремимся, чтобы молоко было у нас качественное, поэтому все машинные дойки. Качество молока зависит от кормов, ну еще бывает и от настроения. От настроения. Ну и бывает такой еще период, если корова гуляет, ее нужно семей, то в тот момент она, возможно, и не даст молока. Это один из говядина. Да. Каждой корове свой подход. На одну корову надо накричать, я уже может и обматерить, а другой корове, наоборот, нужно погладить, за ухом почесать. У каждой коровы свое место. И если не дай бог, корова станет на свое, то подойдет вторая корова, чье место. И если она по иерархии слабее той, она просто тупо будет стоять. И ждать, пока кто-то из рабочего персонала или я должен выгнать тует. Но если наоборот, по иерархии слабая корова станет, а место, как говорится, высшей по лестнице карьерной, или как по-другому назвать, то эта корова, конечно, рогами ее выпорхнет оттуда. Вытолкнет и встанет на свое место. Потому что корова, она тут и доится, она тут и ночует. Но это как ее очень собственная территория. То, что в коровнике более-менее, ну это не идеал, конечно, это так. Если по пятибалльной системе, я сам понимаю, что это на приз плюсом, но это благодаря тому, что наши работники, как бы это ни тяжело, они стараются это поддерживать. Там, где они устывают, и я помогаю. То, что более-менее светло, и он продувается, это, конечно, вот мы, ну я сам по своему видению его собрали мы, и вот, как бы он радует. У нас как-то ночью залезли к нам волки, и, ну как, и подрали телят. И вот эта корова, она в тот момент была теленком. И ей волки разодрали заднее бедро. И мы вот зашили, всегда есть такое поверье, что волк никогда не залезет там в село, не пойдет в село, это не собака, она боится, она там запах там дыма, очага. Но они вот зашли, был такой случай, что они все равно залезли, и мы потом вот начали, как говорится, освещать все, начали лишние меры загораживать шифером, чтобы они не перепрыгивали. Это наша собака Айгуль. Она тоже с самого начала, можно сказать, с нами. Она уже пенсионерка, но мы ее все равно за ней ухаживаем. Помогает она от волков-то? Ну, она от волков, как говорится, может и отогнала бы, но на тот момент она была не здесь. А так, я как хозяин здесь, я всегда на чеку. Я бывает и ночью так, дремаю, а не сплю. Я постоянно хожу, контролирую, потому что за этим надо следить. Для меня это уже как бы не труд, для меня это обыденные вещи. Ну, как поесть, как позавтракать, как пообедать. Оно надо и надо, я и делаю. Ну, и любите еще это делать. Ну, да, любите, и так как. Ну, это моя жизнь, как говорится. Я с детства хотел ферму, я ее и получил. Она, конечно, идет в скопе со всеми. И с проблемами, и с радостями. Все так и есть. На ферме жить и работать – вовсе не маковое поле перейти. Всегда есть множество дел и забот, от которых, кажется, вот-вот опустятся руки. Но ты идешь в коровник, ты смотришь на недавно родившихся телят. Тебе помогают твои родные. И значит, эта жизнь среди маковых полей вполне счастливая. И разве нужно еще что-то, кроме этих счастливых дел и забот? Я женился, это в каком году, получается, в 2013. И я вот здесь три года, можно сказать, работал один. Первый год мне помогал младший братишка. Но потом он поехал все равно к родителям, потому что им помогать тоже надо. Они там вдвоем остались. И вот так я остался один. Ну, а потом одному тяжело-тяжело. И так вот познакомился со своей женой. И вот с тех пор мы тут и работаем. Дети, как у всех, да, ну, живут на ферме, как говорится. Бегают по зоопарку, так скажем. Нравится им с телятами общаться? Или даже с цесарками? Ну, они еще маленькие. Но все равно, вот старшему у меня пять лет, я уже стараюсь потихоньку приучать. Конечно, к животным я стараюсь не подводить. Ну, там, если что-то я мастерю, я вот сам мастерю, там, трактора чиню, то и все. То мне бывает, помогает уже подавать ключи. Конечно, не в попад, но все равно это для любого родителя очень, как вдохновляюще действует, так скажем. Так как я рыбак, вот я, допустим, нанервничаюсь везде. Нервы бывают по разному поводу. И по животным, и по рабочим, и по всей ситуации. А это расслабляет. Пойдешь даже, когда закинешь, поглядишь туда пополовок, две-три поклевки, и оно как бы, ты ходишь в свой мир, расслабляешься. И через час ты опять заходишь на эту ферму, и дальше начинаешь работать. И даже, возможно, с большим усилием, чем работал до этого. Это животноводство, это грязная работа. Работа специфическая, так скажем. На нее очень найти тяжело людей. Чтобы, как люди горели, допустим, как было когда-то, доярка, передовики, это ценилось. Они прошли те времена. Очень, конечно, обидно, что профессия доярка, скотник, она не пользуется спросом. И люди все равно... Проблема, самая главная вообще проблема в чем? Вот если я хочу, к примеру, доярке дать 30-50 тысяч рублей окладу, я физически это не могу сделать. Почему? Потому что ряд есть на это причин. Дорогие корма, дешевое молоко. Животное просто никогда не предаст. Лишь бы хозяин не предал животное. Предательство как? Ну, это даже предательство. Если человек от души кормит любую скотину, эта скотина отблагодарит. Собака будет хорошо сторожить, корова будет давать хорошо молоко. Я считаю, что для счастья, что сельскому человеку, что городскому, нужна гармония. Гармония с миром. Гармония в отношениях. И все. Ну, и самое главное, конечно, на первом месте для меня это здоровье. И все. Ну, я такой человек и никогда не гнался за деньгами. Мне когда-то тоже один умный человек сказал так. Никогда не гонись за деньгами. Гонись за делом. Будет дело, и эти деньги будут гнаться за тобой. И поэтому вот это пословице как раз и подошло под мое хозяйство. Дело. А почему дело? Я люблю это дело. И я его делаю. Если на данный момент, даже если я, можно сказать, ну, мой бизнес, так скажем, не сказать, что он на взлете, он может ползеть на брюхи, но он мне приносит счастье, он приносит гармонию. Потому что это как бы и моя работа, и мое хобби, ну и моя мечта уже в конце концов просто. Я мечтал стать председателем колхоза. Субтитры подогнал «Симон»